Девушки отдыхают Он никогда не оставляет дела на волю случая. Он думает, если я поговорю с Дафне, то откажусь выступать в суде. На вашем счете в два раза больше денег, чем вы хотели. Вот. Когда суд завершится, разумеется, благодаря вашим показаниям в нашу пользу, то роскошная вилла, в которой раньше жила ваша дочь, будет вашей. И этот автомобиль. Господин Саджид отправит вас за границу к концу этого дня. Какую страну вы выберете? Долгий отпуск. А теперь подпишите это. Что это? Ваше письменное заявление. Как вы сказали, господин Саджид никогда не оставляет свой бизнес на волю случая. Вот, пожалуйста. Итак, куда вы хотите поехать? В какую страну? Если хотите, можете отправиться хоть сегодня. Многие бы хотели такую возможность. Пользуйтесь этим. Пользуйтесь. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже. Брат, есть новости? Нет. Седат не отвечает на звонки. Телефон Сильвии отключен. Я с ней разговаривал, она была с Седатом. А после этого нет одного из них никаких новостей. Амир. Сильвия сказала тебе, что не хочет, чтобы Седат помогал, да? Да. Она не хотела его помощи. Я не послушал. Чёрт возьми. Подожди, подожди. Успокойся. Позвони ему с этого телефона. Держи. Я не хотел, чтобы всё так случилось. И я хотел, чтобы она любила меня. И больше ничего. Не звони мне. Не звони мне больше. Что я тебе скажу? Всё это из-за тебя! Алло. Седат. Седат, почему ты не отвечаешь на мои звонки? Я был занят. Никогда было мне... Что ты делал? Когда у тебя не было времени? Что ты сделал с Сильви? Почему ты меня спрашиваешь? Кого мне спрашивать? Сильви была с тобой, когда я разговаривал с ней в последний раз. Дома её нет. Её семья её ищет. А не думает, что она сбежала со мной. Говори мне! Я ничего не знаю. Я оставил Сильви у неё дома. После разговора с тобой, как мы и договаривались. Я оставил её дома и я ушёл. Ты лжёшь, Седат. Слушай, если ты что-то сделал с Сильви, если ты хотя бы прикоснулся к её волосам, клянусь, я тебя убью. Я убью тебя, Седат. Не говори ерунды. Я говорю тебе. Я оставил её. Остального я не знаю. Она поссорилась со своим женихом. Потом убежала из дома. И всё, всё. Я тебе не верю. Всё станет ясно, когда я найду Сильви. Не забывай, что я тебе сказал. Что станет ясно? Сильви мертва! Она мертва! Что, если он лжёт? Что, если он сделал что-то плохое с Сильви? Что ему надо? Да, отец. Хорошо. Хорошо. Хорошо, отец. Отец хочет меня видеть. Хамди тоже придёт. Ублюдок нашёл адрес Гюлизар. Амир, не давай им знать обо мне, брат. Подумай. На всякий случай будет место, где можно спрятаться подальше от посторонних глаз. Если понадобится, приведи сюда Гюлизар и ребёнка. Хорошо, брат. Если у меня будет возможность спрятаться, хорошо. Но если Хамди нашёл адрес Гюлизар, это... Это катастрофа. Ай, Сильви. Сильви, дорогая. Где ты? Скажи что-нибудь. Дай услышать тебя, доченька. Отец, они нашли Сильви. Где? Где они нашли её? Я не знаю. Мне сказали в полиции. Она в больнице. Бери машину. Едем скорее. О, где ты ходишь? Я здесь, отец. Ты куда-то собрался? Вместе пойдём, я надеюсь. Но ещё не сейчас. Что с тобой? Выглядишь так, будто не спал до утра. Как я могу спать, отец? Ты забыл? Никаких вестей от Сильвии с вечера. Что с ней случилось? Куда она пропала? В голову приходили самые разные мысли. Глаз не сомкнул до утра. Глаз не сомкнул до утра. Почему ты такой странный? Она... Она не твоё дело. И что с ней случилось, тоже не твоё. Вместо того, чтобы решать свои проблемы, ты решаешь проблемы других людей. Мои проблемы? В чём моя проблема? Отец, убить Гюлизар? Это я тебе не доверю, не волнуйся. Жду, когда Хамди придёт сюда. Он узнал адрес этой паскуды. Правильно. Гюлизар – беззащитный человек. Кто защитит её? Кто ей поможет? Слушай, не начинай снова. Это наш долг чести. Будь то смерть или тюрьма, всё будет кончено. Знай это. Так положено. Папа, пойдём. Куда? Куда? Вернёмся в молотью, отец. Послушай себя, что ты говоришь. Как ты можешь вернуться в молотью? Как? Они... Они даже не выпустят тебя из молоти, не очистив твою грёбанную часть. Мне уже всё равно, отец. Если я должен умереть, я умру. Мне всё равно. Я хочу мороженое. Нет мороженого. Возьми конфету, печенье или шоколад. Не хочу это. Я хочу мороженое. Не упрямься, Ерин. Бери, что есть. Хорошо. Тогда я куплю вафли. Тут не хватит денег. Что я могу сделать? У меня только столько денег. Такая ты хитрюга. Ай, приветик. Приятного дня. Исуф, что бы ты хотел купить? Я тоже хочу такую вафлю. Тогда возьми. Две пачки макарон, килограмм сахарной пудры и немного чая. Что случилось той ночью? Шум по всей деревне. Кто-то из ваших кого-то похитил? Ничего не случилось. У кого-то сбежала дочка, а они обвинили нас. Она красивая, правда? Да, но это красивее. Смотри. Ничего себе. Можно посмотреть? Нечего тут смотреть. Игмур забрала мою ручку. Отстань от нас. Вкусные вафли? Нет-нет, ешь сам. Гельджан бы тоже. Очень понравилась эта вафля. А, Гельджан любила такие. А ты любила мою Гельджан? Ну как я могу не любить ее, Юсуф? Я скучаю по ней. Седат? Сильвия убежала из дома. Пропала со вчерашнего вечера. Я думала, что это сделал Амьер, но он ничего не знает об этом. Может, ты знаешь? Ничего не знаю. Ой, как будто нам мало проблем. Что случилось с нами? Севин и его братья ворвались в дом ночью с оружием. Мама прогнала их, но мы опозорились на весь район. Я хочу, чтобы она сама вернулась и рассказала, что случилось. Но бог знает, где она. Ты поцарапал руку дяди Седат? Нет, неправда. Ладно. Ну, мне пора по делам. Может быть, сестра Сильвия ушла к дяде Амеру? Она же его любит. Да? У меня больше нет планов, отец. Мне все равно, что со мной будет. Лишь бы больше людей не пострадало. Если Гелизар будет моей женой, я оставлю ее в покое. И ты оставишь ее в покое. Мы вместе уедем в молотью, соберем вещи и переедем в другое место. Сильвия поедет с нами. Юсуф будет расти. Вдали от проблем с честью. Согласен. Вся твоя проблема в этой дрянь, верно? Ты говоришь так из-за этой девушки. Из-за этой девушки ты жертвуешь своей честью. Своей честью. Своей семьей. Вот как. Я сдержу свое слово, отец. Я обещал Сильвии. Она поверила мне. Я вернусь за ней. Я не могу бросить ее. Как тебе не стыдно? Убирайся с глаз моих. У меня нет такого сына, как ты. Я не хочу тебя видеть. Получилось. Ты нашел адрес? Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, староста. И вам добрый. Вы пришли за покупками госпожи Сивим? Да. Сейчас подготовлю. Одну минутку. Ты, кажется, убираешься у Сивим. Раньше я тебя не видела. Это вы переехали недавно, да? Правильно. Недавно. Вы остановились у женщины, которая переехала в дом на соседнюю улицу, не так ли? Эта женщина настолько богата. Тут многие приезжают и езжают. А вы ее служанка, да? А зачем вы спрашиваете? Почему вас это волнует? Да ничего такого. Спросила и все. Мы обе работаем и обеспечиваем детей. Остальное наши дела. Староста, мне нужны выписки. Не вмешивайтесь ни в свое дело. Для дочери из документов сделайте. Конечно. Спасибо. Могу я спросить вас кое-чем? Ваши документы на дом еще не пришли? Договаривались, что вы принесете их через пару дней. Это важно. Если вы пропустите срок сдачи, вас оштрафуют. Хорошо. Ага. Смотри, когда спросил про бумаги, лицо стало кислым, как от лимона. Подозрительные они. Помяните мое слово. Какие выписки вы хотели взять? Не нашел? Был так уверен, что сможешь найти. Почему ты его не нашел? Я ошибся. Папа, я иду за билетами. Что он говорит? Все кончено. Нет никакой гюлизар. Нет. Мы едем в Молотью. Уезжайте. Вы уедете с ним. Что будет дальше? Слушай, уже спрашивали про вас в кафе о том, что вы сделали. Нашел ее или не нашел. Акхас кормит вас обоих своим собакам. Так и будет. Я никуда не уйду, пока не закончу свое дело, Амир. Если ты собираешься оставить своего отца сейчас, то у меня нет такого сына, как ты. Отец. Делай свой выбор, Амир. Либо ты останешься здесь и будешь делать то, что должен, либо... Папа, дай мне ключи от машины. Что будешь делать? Есть пару дел. Надо съездить. Посмотри на меня. Ты ведь не имеешь никакого отношения к этому похищению, верно? А? С чего ты взял? Говорят, это Амир. А Амир твой лучший друг. Если ты хоть чем-то помог, тебе придется отвечать передо мной, перед братьями девушки, Седат. Я тут ни при чем. Они нашли ее, слышал? Нашли? Где? Когда? На обочине дороги. Отвезли в больницу. Она жива? Лучше ей умереть. Ее брат позаботится о ней. Ага, увидимся. Дети, садитесь. Достаньте бумагу для поделок и ножницы. Все ли принесли цветную бумагу? Нам понадобится клей. А где твои вещи, дорогая? Забыла принести? Или вы не купили все, что нужно. Я дала тебе список несколько дней назад. Почему ты не отнесла его родителям? У кого еще нет материалов? Скажите своим родителям, чтобы они пришли ко мне. Копейки потратить не хотят. Только на этот раз я даю вам материалы из класса. Но вы замените их как можно скорее. Понятно? Возьмите это. Держи. Тишина в классе. Игмур. Какая красивая картинка. Кто это, милая? Гильджан. Моя подруга. Ммм. А это? Тетя Гелизар. Мама Гильджан. Понятно. А это твоя мама? Ммм. А почему ты такая грустная? Скучаю по тете Гелизар и Гильджан. Мама сказала, что придет в школу, но не пришла. А мне грустно. Раз твоя мама обещала, она придет. Встретим ее после уроков. Хорошо? Все будет хорошо. Не грусти. Алло. Соедините, пожалуйста, с адвокатом Гюлером. Я Адафна Иача Кырчалы. Навстречу. Хорошо. А когда она заканчивается? Хорошо. Не могли бы вы передать ему, чтобы он перезвонил. Спасибо. Цветы для вас, госпожа Дафне. Для меня? Кто их прислал? Не знаю. Красивый букет. Дафне, техническая команда в моем кабинете. Начинаем совещание. Я уже иду. Цветы понравились? Да. Это от тебя. А ты думала? Ничего не думала. Просто удивилась очень. Тогда в первый день я повел себя неправильно и подумал, может быть, ты простишь меня, глядя на цветы. Я уже и не помню ничего такого. Пойдем. Удалось. Ты поговорил с Дафне? Поговорил. Барыш, как она? С ней все в порядке? Не в порядке. Она пыталась выглядеть сильной, но она была совсем не в порядке. Керем, не вини себя. Это не твоя вина. Противники слишком сильные. Что значит, не моя вина? Разве он не забрал Егамур, обвинив Дафне в том, что она со мной? Когда ты услышишь, кто другой свидетель, ты поймешь, что я имею в виду. Почему? Кто это? Мать Дафне. Что? Ее мать? Это невозможно. Сам не мог поверить. Представляешь? Женщина согласилась дать показания против своей дочери. Какая мать могла так поступить? Дафне знает? Да. Она и узнала. Это ужасно. Как она сейчас? Керем, что мы будем делать с показаниями Чаглы? Мне надо поговорить с ней. Но она игнорирует мои звонки. Она сказала мне, что не будет свидетелем. По ее словам, она не говорила ничего. Утверждать, что это все Саджит. Слов мало, Керем. Если хотите что-то сделать для Дафне, Чагла должна отказаться от роли свидетеля. Да. Хорошо, я жду. Проходите. Входите, госпожа Чагла, входите, а? Господин Саджит. Входите, располагайтесь. Мне кажется, вы любите удивлять людей. Я вас не ожидал. Поверьте, я никогда не думала о том, чтобы прийти сюда, мистер Саджит. Но вы действительно поставили меня в трудное положение. Я никогда не говорила, что буду вашим свидетелем. Но мое имя было упомянуто в суде. Все верно. Вы не говорили, что будете свидетелем, но когда вы приехали ко мне домой и сказали, что у моей невестки были отношения с Керемом Саннером, я подумал, что вы можете быть свидетелем. Иначе зачем бы вы поделились этим со мной? Я разве не прав? Ну тогда, пожалуйста, поправьте меня. Что же молчите? Это была ошибка, допущенная мною в гневе. Ошибка, которая дорого мне обошлась. Керем очень зол из-за случившегося. Он говорит о прекращении нашего сотрудничества. Я рискую потерять все из-за вас. А, в таком случае мы возместим вам ущерб, мисс Чагла. Каким бы ни был ваш ущерб, я готов с ним смириться. И как вы это сделаете? Легко. Вы можете начать работать в любой из моих компаний или продолжить проект, который начала компания Саннера. Как вам будет угодно. Вы меня совсем не понимаете, господин Саджид. Единственное, что для меня важно, это Керем. Я хочу вернуть только своего мужа. И других намерений у меня нет. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть его. Единственное, чего я хочу, это чтобы моя внучка была со мной. Поэтому ваше присутствие очень важно. Что я могу сделать, чтобы убедить вас? Чагла. Подумайте. Окна вымыты? Да, почти. Хорошо, перед уходом еще ковер почисти, а? Что такое? Просто дочь в школе, и уроки заканчиваются. Так а как же твоя подруга? Попроси, чтобы она забрала дочку. Она на работе. На какой работе? На очень хорошей работе. А кем она работает? Как она смогла туда устроиться? В наше время трудно найти место. Очень трудно. Я закончила. Пойду переоденусь. Где Исуф? Он внизу. От Сильвии никаких новостей нет. О, боже. А что, если она пропала из-за моего брата, как они сказали? Я видела Седата по дороге сюда. Он странно себя ведет. Не знаю, мама. Но если брат что-то сделал, Седат должен знать об этом. Он же только от тебя узнал о том, что произошло. Ты сказала, что он был потрясен. Амир не стал бы что-то делать, зная, что это причинит нам боль. Телефон. Алло? Брат? Амина, у тебя есть новости от Сильвии? Нет. Сильвии... Пора спрашивай его, пора спрашивай. Брат, мы тоже не могли получить никаких новостей. Ты должен был позвонить Седату. А, он тоже ничего не знает. Брат, не волнуйся, ничего страшного не произошло. Она, наверное, разозлилась и ушла куда-то. Ты же не думаешь там о ней? Что ты говоришь, Амине? Я схожу с ума, а ты такое говоришь. Будут новости, сразу же позвони мне, ладно? Хорошо, брат, позвоню. Не знает. Нет, мама, все так плохо, что если он соберется, приедет сюда? Нет, не дай бог. Они не оставят его в живых. С одной стороны, люди Акхи, с другой, братья Сильви, нет. Боже упаси, боже упаси. Что нам делать? Не волнуйся, дядя Хикмет. Амер с самого начала не был заинтересован в этом. Так будет лучше. Он и для нас был мертвым грузом. Обещаю, что найду тебя, Гюлизар. Гюлизар. Не будь я, Хамди. Где ты собираешься найти Гюлизар? Скажи, умник. Что ты болтаешь? И где ты собираешься найти Гюлизар в Стамбуле? Думаешь, она ждет тебя на берегу моря в Кузгунчике? Не вмешивайся в то, чего не понимает твой разум. Что ты сказала только что? Я? Ты видела Гюлизар? Ты сказала про Кузгунчук. Вы видели Гюлизар там? Нет, не видела. Фериде, в конце концов я добьюсь от тебя правды. Говори, не усложняй. Говори, когда? Когда я ходила на рынок. Что она сказала? Ничего, я видела ее одну минуту. Она твоя сестра. Разве ты не спросила, где она живет? Она была напугана. Мы даже не поговорили. Ее дом далеко отсюда. Я не знаю где. Позже я с тобой разберусь. Где это место? Пойдем прямо сейчас. Место, где они встретились, достаточно далеко. Я знаю там старосту. Я поговорю с ним. Прямо сейчас. Я все закончила. Но ты не все успела. Успела помыть полы и окна. А ковер почистить? Могу почистить завтра. Мы с тобой так не договаривались. Я опаздываю. Дочка ждет. Она испугается, если меня не увидит. Я доделаю все дела, когда приду завтра. Как скажешь. Вот. Спасибо. Беги уже. Спасибо вам. Проходи, Салих. Кто это? Добрый день. Добрый день. Кто эта женщина, а? Да, она только что переехала в этот район. Живет в том доме, который долгое время пустовал. О, слышал о них. Две женщины. Обе вдовы. У них бывают мужчины, которые приходят и ходят. Все ясно. Да брось ты. Я несколько раз это видел. Роскошные машины, богатые парни. Ты ничего не заметила? Что она тебе сказала? Не обвиняй ее. Она думает только о пропитании своего ребенка. Если делает то, что ты говоришь, зачем ей приходиться, да убирай тебя. Сам подумай. Ты не знаешь таких вещей, сестра. Скоро все выйдет наружу. Здравствуй, брат Толхан. Здравствуй, Хамди. Как ты? Мы давно тебя не видели. Я здесь не так часто. Ну и как ты? Я в порядке, а ты как? Все хорошо. Хотел спросить тебя кое о чем. У меня родственница из моего родного города поселилась в Кузгунчуке. Нельзя ли найти адрес? Ты уже год как староста, знаешь, много людей, может быть, у тебя есть знакомый староста с той стороны. Да, Хамди, но давайте информацию о преступлении. Это незаконно, ни один староста не даст такую информацию. Мы не хотим ничего плохого. Это всего лишь адрес. Сделайте что-нибудь. Хорошо, я попробую. Слава богу. Фамилию напиши. Есть листок? Вот, держи. У нее еще дочь. Жду ваших новостей. Спасибо. Хамди, девочка учится в школе? Да, конечно. Тогда все еще проще. Можно узнать быстрее. Как это? В интернете, на сайте национального образования выводите один номер вашего ребенка и видишь номер школы. Все очень просто. Так просто? Спасибо. Здравствуйте, господин Саджин. Здравствуйте. Ягмур. Дедушка. Внученька. Что такое? Пойдем. Куда ты смотришь? Жду маму. Она сказала, что придет, но ее почему-то нет. О, не волнуйся, дорогая. Наверное, она забыла о тебе. Наверное, занята, да. Не грусти. Давай, сходим куда-нибудь вкусно, пообедаем. А потом пойдем в аквариум. Помнишь, о чем мы говорили утром? Я обещал. Пойдем. Садись. Госпожа Дафне. Здравствуйте, госпожа Низих. Я жду Ягмур. Она тут? Она ушла. Господин Саджин забрал ее. Вот как. Да. Садись. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТА Mmmm. Гюль-Джан. Дорогая, я думала, что не успею. Дорогая, я думала, что не успею. Что она сделала? Не понимаю. Что сложного собрать ребенка? Я дала вам список необходимых вещей в первые дни занятий. Почему вы до сих пор не купили его? Извините, какой список? Не оправдывайтесь. Вот он. Все написано. Купите как можно скорее. Альбом ножницы. Тебе самой нужно учиться. Тебе. Да. Чагла, что ты делаешь? Где ты? Почему ты спрашиваешь? У тебя есть время поговорить? Если ты хочешь, чтобы я вышла из партнерства, не утруждайся, Керем. Я никуда не уйду. Нет, я не на эту тему. Расскажу тебе что-то другое. Что-то другое? Что именно? Почему ты не сказала мне про этот список, Гюльджан? Так ведь денег нет. Нет. У нас есть деньги. Я работаю. И мне платят деньги. Смотри. Смотри. Это я заработала сегодня. Ты опять убирала в чужом доме? Да. Завтра опять пойду. Мне еще завтра заплатят. Не ходи, мама. Почему, Гюльджан? Ты станешь уборщицей. Когда мы были в молодье, ты убирала только наш дом. А теперь ты убираешь чужой дом. Это нормальная работа. Многие женщины работают сами. Они отводят детей в школу и идут на работу. Я тоже. Надеюсь, что и ты себе найдешь хорошую работу. У тебя будет работа, как у тети Дафне. Тогда я не буду убирать. Обещаю. Давай пойдем. И все по этому списку тебе купим. Хорошо? Я послал машину. Она заберет вас из отеля и оставит в аэропорту, госпожа Назан. Как мы и договаривались, вы приедете за день до суда. Да. Госпожа Дафне звонила. Мне пришлось снова сказать ей, что вы заняты. Хорошая работа. Правильно. Госпожа Дафне. Где вы ее пречите? Кого? Ты все понимаешь. Где моя мать? Откуда мне знать, где она может быть? Хватит врать. Идите и пугайте других своими детскими угрозами, госпожа Дафне. Когда я расскажу всем, что подумают о вас люди? У вас нет доказательств. Я начну расследование против вас. Когда о вас напишут в газете, вы увидите, что у меня есть. Тогда подумайте, можно ли так со мной разговаривать. Она в отеле. В Кавачике. Вы не сможете ничего изменить. Ваша мать хочет быть свидетелем. В Кавачике. Добрый день. Наконец-то. Проходи. Она не уедет. Он знает, что с ним будет. Он не совершит такой ошибки. Телефон вызываемого абонента временно недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже. Где ты, Сильвий? Где ты? Где же ты? Они нашли Сильвий. Вы знаете? Нет. Где нашли? Ее забрали с обочины дороги. Она в ужасном состоянии. Да ты что? Она сейчас в больнице. Говорят, при смерти. Фатима, кто это сделал? Они узнали? Нет. Не узнали, но... Что? Говорят, что последнее звонил Амир. Ну и что с того? Они же знают, что Амир в Стамбуле. Наш брат был с отцом прошлой ночью. И он узнал обо всем от нас. Думаешь, я не знаю? Даже если бы Амир был здесь, он бы не совершил такой ошибки. Алло? Да, отец. А мой брат с тобой? Что? Куда он пошел? Что ты говоришь, папа? Почему ты не остановил его? О, Боже, правый. Я слушаю тебя. Я ненадолго. Ты знаешь, что мне от тебя нужно? Что? Я хочу, чтобы ты не свидетельствовала против Дафна, чтобы не случилось. Я уже пообещала тебе, что не буду. Почему ты мне не доверяешь? Не доверяю. Если ты сделаешь то, что я хочу, я начну доверять. Говори, что? На следующем суде ты скажешь, что все, что обо мне написано, это была ложь. Никогда. Этого я не сделаю. Ты сделаешь. Не волнуйся, ты получишь свою награду. Какую награду? В обмен на это заявление я оставлю тебе Санир Архитекторс. Если ты поможешь вернуть Дафне и ее дочь, я... Я отдам тебе все, что у меня есть. Ты серьезно? Совершенно серьезно. Не могу в это поверить. Почему не можешь? Отрицай сколько хочешь, Керем. Сколько угодно. Но ты влюблен в Дафне. Это все ерунда, Чегла. Я очень дорожу, Дафне, потому что... Потому что я обещал Мехмету. Потому что... Потому что я обещал. Что позабочусь о них. И я не могу вынести боль Дафне. Еще раз повторяю все это, потому что я пообещал ему. Не пойму, почему ты повторяешь одно и то же. Я ненавижу быть не с ней. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Амина. Привет, брат. Что случилось? Нашли Сильвии? Нашли. И госпожа Сильвии объявилась. Все расскажу, только не расстраивайся. Что Сильвии, Аминэ? Убежала к своему жениху, брат. Они поженились. И у них все хорошо. Это невозможно. Ты лжешь. Клянусь. После твоего звонка сходила и проверила, что происходит. Я была в доме, там праздник. Пришли и поцеловали руки отца, и отец простил их. Вот такие дела, брат. Ты лжешь, Аминэ. А зачем мне лгать? Я видела Сильвии. Видела своими глазами. Они собираются сыграть свадьбу. Уже определились с датой. Когда увидела их в таком настроении, не могла ничего сказать и ушла. Брат, брат, ты в порядке? Слушай, брат, так и должно было быть. Не расстраивайся. Не расстраивайся, брат. Я жду машину в аэропорт. Уже здесь. Ждет у выхода. Счастливого пути. Дафне. Мы все купили тебе. Добрый день. Не поможете ли мне узнать? Да вон, вон. Спросите в магазине. Да вон там. Ты уже все знаешь, раз проделала такой путь. Садись, поговорим. Что скажешь, мама? Скажи, что все сделала для меня? Да. Я сделала для тебя, Дафне. Я сделала это ради тебя и будущего, Игмур. Мы получим от этого человека все. Все, что заслужили. Мы заставим его заплатить. А как же то, через что прошли мы с Игмур? Как же мы? Этот человек забрал мою дочь. Игмур сейчас с ним. Это не моя вина. Это все твои ошибки. Если бы ты рассказала мне о случившемся раньше, возможно, мне не пришлось бы договариваться. Но еще ничего не поздно. Я обо всем позабочусь. Поверь, мы заберем и Игмур, и дом, и компанию. Все будет нашим. Дом, компания. Вот чего ты хочешь. Мы с Игмур лишь отговорки. Дафне, ты говоришь глупости. Если мы тебе хоть немного дорогие, ты забудешь о сделке, которая заключила с ним. Вернешь. Вернешь ему все, что взяла, и не будешь давать показания в суде. Дафне, мы должны быть умней. Нам нужно хорошо разыграть наши карты, иначе мы все потеряем. Держись от меня подальше. От меня и моей дочери. Дафне. Дафне, доченька. Ты не мама. Ты не мама.